Вы, когда в вашем круге ближнем появляются новые люди, задаете себе вопросами о том, какой конфессии они прилижают, или это никакого значения для вас не имеет? Ни разу не приходило мне в голову задать кому-либо этот вопрос. Вы людей вообще... Изначально понятно, если армяне, то наверняка они к нашей церкви принадлежат, но не могу сказать, что мы это обсуждаем дома за столом. Мы люди верующие, но светские, скажем так. Вообще считается, что женщины в большинстве своем интуитивисты, что они не логические схемы выстраивают, а всегда чувствуют. Вы как руководитель интуитивист или вы логик? То есть вы нанимаете людей, исходя из резюме или исходя из какой-то чуйки? Вот вы понимаете, что вас сейчас обвинят в сексизме? Ну, да запросто. Я вообще лихо, я принадлежу к тому поколению, которое просто гордится тем, что мы сексисты. Ой, сейчас вам достанется. Да ради бога, жалко майки. Я не могу найти майку «Жесуи сексиста», «Жесуи Харви Вайнштейн», я бы ее носил бы. Кстати, отношение к «Скачем» немножко по темам, вы ушли от вопроса, я понял, что вы не хотите на него отвечать. Нет, нет, с удовольствием, почему? Тогда ответьте. Принимаю ли я решение по интуиции? Нет. То есть вы изучаете резюме, вы смотрите, что человек сделал, вы смотрите профили в соцсетях людей, которые... Да, обязательно. То есть для вас это имеет значение. Кстати, раз уже действительно Харви Вайнштейн стал, как вы вообще относитесь к этим? Харви Вайнштейну? Он меня не трогал! Ну, вы просто не были рядом, вы не дали шанса человеку, в отличие от некоторых наших с вами соотечественниц, скажем так. Да. А как вы вообще считаете вот эти скандалы? Многие говорят, что это мракобесие, некоторые считают, что это, в общем, на самом деле проявление свободы, ваша оценка вот этих голливудских секс-скандалов. Слушайте, я от этого так бесконечно далека. Мне кажется, здесь нужно разделять даже не две вещи, а три вещи. Первое. Изнасилование. Человека обвиняют в изнасиловании. У изнасилования есть определенные признаки, которые делают его изнасилованием. С тобой занимались сексом насильно, без твоего согласия. Это изнасилование. Вероятно, это в его биографии было, мы не знаем, но в этом его обвиняют. С другой стороны, есть обвинения, которые для меня, когда женщины звучат странно, а именно, он подвез меня домой, поднялся ко мне домой и изнасиловал. Это я могу себе представить, это может случиться. Даже если ты пригласила человека домой, ты могла передумать. Или, может, ты вообще действительно этого не имела в виду. Это вряд ли. Но могла по дороге передумать. Оказалось, что у него неприятно пахнут носки. Все, я не хочу. Я пригласила тебя домой, через пять минут передумала, уходи. Имеешь право. Если он все равно это сделал, это изнасилование. Но когда та же девушка говорит, через месяц ситуация повторилась, вот это у меня вызывает вопросы. То есть он тебя изнасиловал. Ты, живя в свободной стране, в общем, не в Йемене или в каком-то таком, в деревне, в Пакистане, где тебя же в итоге бы за это, в общем, понятно, что бы с тобой случилось. Ты не пошла на следующий день в полицию, ты ничего не сделала. Более того, ты через месяц привела его к себе домой еще раз. И это тоже считаешь изнасилованием. Это второй раз. Это уже немножко странно. Значит, мы разделяем. Первое. Изнасилование как таковое. Второе. Я бы это назвала вынужденный секс. Когда он продюсер, ты актриса. Он руководитель, ты стажерка. Он шеф-повар, ты официантка. Ты боишься, у тебя стесненные жизненные обстоятельства. Ты боишься потерять... Ты занимаешься вынужденным сексом. Это не изнасилование. То есть, строго говоря, это не подлежит уголовному наказанию. Но это, безусловно, должно осуждаться. И с этим, безусловно, нужно бороться. И это совершенно неправильно. Третье. Есть еще четвертое. Третье. Шлепок по попе. Ой, ты моя кисечка. Ой, да, я тебя поцелую в шейку. И вот эти вот почти ежедневные мелочи жизни. Тоже должны осуждаться. Но... Прошу прощения, должны осуждаться социумом или жертвой? Так, хорошо. Но то повышенное внимание, которое этому сейчас удивляется, мне как многократной жертве, как большинство женщин... Харасмента. Харасмента. Ну, просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Мне неприятно, что эта тема становится такой гипертрофированной, самой главной. Послушайте, давайте подумаем о голодающих детях. Давайте это будем обсуждать на CNN, BBC и прочее. Давайте это будет нашей главной заботой. Все-таки вот этот вот сенсейшнализм, то, что называется, сенсейшнализм, да? А-а-а, яркая-жаркая тема, секс, про секс всегда читают, а тут еще и секс, еще с каким-то конфликтом, супер. Понятно, что она приносит рейтинги и прочее, но это немножко безответственно. Мне неприятно думать, что общество настолько мелко и глупо, что мы можем месяцами лучшие умы... Фейсбук откроешь, вообще страшно. Интеллигенция обсуждает, как же жить в мире, где кто-то кого-то имеет право шлепнуть по попе, и не обсуждает, как же жить в мире, где люди умирают, где существует смертная казнь и где существует огромное количество страшных несправедливостей. И есть четвертое. Просто мужчины или женщины, которые любят раздавать комплименты, любят подкатывать, ну, клюнет, не клюнет. Я вот не вижу ничего страшного. Ну, послушайте, многим это даже приятно, когда я была одинока. Мне, наверное, было бы еще более одиноко, если бы в мире не было мужчин, которые бы говорили, «О, какие у тебя красивые глаза, что ты делаешь вечером? Может, поужинаем?» Может, и поужинаю, а может, и не поужинаю. Это уже мой выбор. Но жить без этого гетеросексуальной женщиной было бы тяжело. В моем случае, я имею в виду без мужского внимания. Возможно, гомосексуальной женщине было бы тяжело без такого же внимания со стороны женщины. В общем, я не хочу, чтобы мы превращались в такой выхолощенный мир, где все боятся лишний раз посмотреть на твою декольте. Но если тебе не нравится, что смотрит на твою декольте, не носи его. Почему какой-то разный спрос все-таки с людей, допустим, шоу-бизнеса и с людей политики? Вот про театрального режиссера Рахель Гауза кто только не писал. И там актрисы рассказывали, что путь в театр лежит через диванчик. Писали в журналах, в тиражных, в блогах. Как бы вот это не подхватывается. А когда речь зашла о политике, это сразу получило такой резонанс. Разный спрос с политиков и с людей богемы? Ну, Жень, наверное, просто я не знаю. Я же не театральный человек. Мне сложно судить, почему, например, в театральной среде Харасмуту, например, в России, вы считаете, относятся терпимее, чем, условно говоря, это произошло в среде политиков. Но, заметьте, Вайнштейна тоже какое-то время люди терпели. Харви Вайнштейна терпели вплоть до того, как он, в общем-то, не сдал позиции в своем бизнесе. Там это какая-то тоже... Это тоже на политику завязана история, на самом деле. Он накатил на Трампа и получил ответку. Вы понимаете, это стало инструментом. Я бы даже по-другому пошла. То есть, если мы говорим с нашей журналистской точки зрения, мы понимаем, что все такие непозволительные для публичных людей поступки, они начинают копиться. Другое дело, что если раньше они копились в папке определенных органов, то теперь они начинают копиться на телефонах, они начинают копиться в смс-ках, они начинают копиться тем же контентом, который эти люди производят. И что самое смешное, даже самые крутые продюсеры ловятся на элементарных вещах. Я имею в виду, что... Смотрите, я большой поклонник разных сериалов. Сейчас даже у Суденберга вышел замечательный сериал такой, парафраз Бунюэля «Дневной красавицы. А девушки по вызову». И там разные истории разных девушек. Кто-то учится, кто-то делает карьеру, кто-то оплачивает образование. И там тоже есть сегмент политический. Ну и, конечно, записывают. Конечно, записывают. Конечно, используют. Конечно, шантажируют. Это же все сценаристы пишут на основе каких-то услышанных ими историй. Поэтому здесь просто в современном мире надо понимать. Мы можем дозвониться до кого хотим в любую секунду. Но также мы в любую секунду с кем-то записаны. И этот кто-то может использовать этот материал против нас. Это сегодня удивительная вообще история связана с тем, как большие компании, корпорации их акции падают, их акции поднимаются. Да, мы несколько историй знаем. Но вы же прекрасно это знаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова